Всем привет! Советского и российского актёра, режиссёра, сценариста Сергея Никоненко врачи еле успели спасти в реанимации. Об этом рассказала коллега актёра, актриса Лариса Лужина. Лужина рассказала, что актёр был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Информацию о госпитализации Никоненко она получила от его дочери Екатерины. Как оказалось, это произошло несколько дней назад. Актёр уже задыхался и врачи успели спасти ему жизнь. Сейчас он находится дома и говорит всё ещё с трудом, продолжает лечение. Никоненко рассказал, что сначала он сам сдавал тест и тот оказался отрицательным. Однако из-за затруднительного дыхания он в тот же день решил сдать КТ и там уже у него обнаружили серьёзные последствия заболевания вирусом нового типа и отвезли в реанимацию. Никоненко рассказал, что день промедления мог стоить ему жизни. Сергея Никоненко зрители знают по фильмам «Завтра была война», «Крымский мост», «Сделано с любовью» и сериалом «Каменская и герой нашего времени». Будущий яркий актёр Сергей Никоненко появился на свет 16 апреля 1941 года в Москве. Семья народного артиста была далека от творческой профессии. Отец работал шофёром, а мама – стеклодувщицей лампового завода. Однако Сергей уже с детства был артистичным и показывал своё стремление к актёрской карьере. В школьные годы он занимался музыкой по классу аккордеона, принимал активное участие в различных школьных конкурсах певцов и чтецов. А с 13 лет занимался в драматическом кружке и в студии художественного слова. После школы Никоненко без доли сомнения решил связать свою жизнь с актёрством и поступил во ВГИК на актёрский факультет, а через несколько лет выучился там же на режиссёра. За свою карьеру Сергей Никоненко сыграл более чем в 200 фильмах и сериалах. А в роли режиссёра снял 15 кинокартин, в числе которых комедия «А по утру они проснулись» и сериал «Аннушка». Пожелаем же здоровья любимому актёру. На этом всё. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока!